Сейчас речь пойдет о другом императорском путешествии. Вместе с Тимуром Трофимовым узнаем, как платье императрицы Екатерины Великой стало причиной появления целого города, в котором, кстати, впоследствии останавливались многие известные люди. Давайте посмотрим. Ехала как-то Екатерина II по необъятным просторам своей империи. Ну как ехала? Не просто, конечно, а с целью государственной. Решила в очередной раз посетить князя Григория Потемкина Таврического, который в то время обустраивал присоединенный к России полуостров Крым. Но вот незадача. Замочила Подол платье, проезжая мимо какого-то сельца. И с тех пор стало оно называться Подол. Это до сих пор одна из самых популярных легенд Подольска, касающаяся происхождения названия города. А вот сотрудники Краеведческого музея в ответ на такие народные фантазии только улыбаются. Село Подол, рассказывают они, существовало задолго до правления Екатерины II. И называлось оно так, потому что находилась в пойме Подоле реки Пахры. Но в свое время императрица действительно очень часто останавливалась в селе, которое стояло на пути из Москвы в южные пределы государства. Проезжая через село Подол, она делала остановку, потому что невозможно было долго ехать. Для Екатерины II был построен путевой дворец. Он находился вот здесь, где у нас сейчас главой дом. Там находился деревянный путевой дворец. То есть надо было отдохнуть, поменять лошадей, попить чай. Не забыла императрица Подол, как место приятного отдыха во время поездок, когда проводила одну из своих реформ – градостроительную. И рощерком пера утвердила для этого населенного пункта более высокий статус. Следующий исторический факт, связанный с Екатериной II, уже совсем не легенда. По указу императрицы, в 1781 году село Подол было преобразовано в город. Она и план утвердила, который ей был представлен. Это просто такая четкая сетка улиц. И именно по плану Екатерина II вся историческая часть построена. Если мы пройдемся пешком, мы увидим вот эту четкую сетку улиц, которую утвердила Екатерина II. И герб, который данный и существует, утвердила Екатерина II. Кстати, на протяжении нескольких веков герб не раз менялся. Но постоянным его элементом всегда оставались две перекрещенные кирки. Край действительно славился своим белым камнем, который добывали в каменоломнях на берегу реки Пахры. Его использовали не только для местных нужд, но и для строительства белокаменных палат Москвы. Как мы уже упомянули, через город проходила оживленная дорога. По ней, оказывается, могли не только проезжать, а и проходить известные люди. Так, в 1886 году, уже в достаточно преклонном возрасте, из Москвы в Ясную Поляну пешком отправился граф Лев Николаевич Толстой. Совершал он такие путешествия не единожды и останавливался в Подольске на ночлег. Вот так и запечатлен он в просторной рубахе с окладистой бородой и широкополой шляпой в руках. Разве мог простой крестьянин, увидевший вот такого путника на дороге, предположить, что ему навстречу идет самый настоящий граф? Опять же, ненадолго, но уже проездом, в Подольске встречались два известных человека – певец Федор Шаляпин и писатель Максим Горький. Рассказывая о Подольске, нельзя не упомянуть об известных на весь мир швейных машинках «Зингер». Первоначально они поставлялись в Россию из Америки, а в 1886 году в стране было создано свое акционерное общество. Ввозить продукцию за границей было делом накладным, и акционеры приняли решение строить собственный механический завод. Местом строительства был выбран Подольск. Компания «Зингер» приобрела участок земли, очень быстро построила завод с американским размахом. По тому времени строились трех-четырехэтажные корпуса. Для начала 20 века это было, так сказать, очень большое предприятие. И уже действительно где-то в 1903 году, в 1904, уже наладился выпуск швейных машин. Машинка была очень хорошего качества, выполняла всего одну строчку, но могла прошить любую ткань и даже прошивала тонкий лист меди. Славились машинки и изысканным дизайном. До сих пор лучшие экземпляры продукции Подольского «Зингера» хранятся в музеях и частных коллекциях. После революции и изгнания с фабрики прежних хозяев народ придумал еще одну городскую байку. Мол, богатие и фабриканты все свое золото успели переплавить и сделать из него одну золотую швейную машинку, покрытую сверху для маскировки простым металлом. Кто-то, может, и искал этот своеобразный клад, так и не поняв, что самым драгоценным в производстве изделий были, конечно, золотые руки подольских мастеров. В 2011 году легендарные машинки «Зингер» даже поставили памятник. Образ этого арт-объекта очень символичен. Легендарная швейная машинка как бы сшивает из лоскутков кварталов полотно исторической карты Подольска, соединяя воедино прошлое и настоящее города. Благодаря близости к столице Подольская земля была облюбована многими известными дворянскими фамилиями. Их родовые гнезда, многие из которых сейчас отреставрированы, привлекают множество туристов. Самой яркой жемчужиной среди них считается усадьба Кринзей-Голицыных в пригороде Подольска. Известна она не только комплексом жилых построек первой половины 18-го столетия, но и храмом знамения Пресвятой Богородицы. Мы нарушаем хронологию нашего повествования и возвращаемся к концу 17-го века, началу правления юного Петра. Именно в это время была задумана постройка вот этой уникальной церкви. И сегодня она является самой загадочной и самой посещаемой достопримечательностью города Подольска. Поместье Голицыных и Знаменский храм стали первым знаковым местом в истории Подольской земли, связанным с посещением императорской особы. Да еще какой! С самим Петром Первым. Именно в Дубровицах располагалась усадьба воспитателя, а впоследствии и верного соратника Петра Бориса Алексеевича Голицына. В 1689 году князь был оклеветан перед царем и сослан в свое поместье с глаз долой. Но гнев государя был не столь долог, и спустя год Голицына вызвали в Москву, где он вновь был обласкан своим воспитанником. Считается, что Борис Алексеевич принял это как добрый знак свыше и в благодарность приступил к строительству большой каменной церкви в своей усадьбе. Тайна храма не разгадана до сих пор. Имена архитектора и мастеров неизвестны, но достоверно известно, что это были иноземцы. И было их выписано Борисом Алексеевичем Голицыным из Европы более ста человек по указу Петра Первого. Но кто же это были – итальянцы или южные немцы, французы? Поиски проводятся по сей день. И вот все современные искусствоведы, историки и реставраторы больше всего склоняются к мысли о том, что это была сборная команда лучших мастеров Европы того времени. Храм возводили в течение почти девяти лет. По архитектуре это было уникальное строение в стиле барокко, которому впоследствии дадут определение как «голицинское», с характерным для него обилием элементов резного декора. В качестве материала был использован все тот же подольский белый камень, который идеально подходил для проработки мельчайших деталей. Как предполагают, искусственную резьбу выполнили мастера из Италии. Своеобразность стиля подчеркивает большое количество скульптур, как внутри, так и снаружи храма. Изображения святителей, апостолов и ангелов выполнены с удивительным изяществом и мастерством. Внутреннее убранство отличается отсутствием росписей, их заменяют скульптурные композиции на библейские темы. Для их исполнения применялся так называемый материал стукко, или, как его проще называют, искусственный мрамор. Впечатляет тонкостью работы резной декор балконов второго этажа. Также дошли до наших дней красивейший иконостас и старинные иконы, написанные специально для Знаменского храма учениками известного царского изографа XVII века Симона Ушакова. Считается, что строительство церкви контролировал сам Петр I, неоднократно посещая Дубровицы. После завершения работ храм простоял неосвященным более пяти лет. В чем была причина, доподлинно неизвестно. То ли сам князь Голицын долго ждал приезда Петра на это торжество, а тот в связи с государственными делами не имел такой возможности. То ли не давал разрешения на освящение храма, выстроенного на европейский манер патриарх Адриан. И только в 1704 году долгожданное событие свершилось. До наших дней почти без изменений дошли вот эти вот хоры. Так в церкви называется балкон, обычно расположенный на втором этаже. Именно на них во время освящения храма молился сам Петр I вместе со своим сыном царевичем Алексеем. Известно, что на праздник были приглашены все местные жители. Торжества продолжались целую неделю. После этого события Петр I в Дубровице уже не приезжал. Но остался удивительный храм, детище князя Бориса Голицына, возведенное при участии самого великого Петра. Об этом будто невзначай напоминает золоченая корона, символ царской власти, венчающая знаменскую церковь. И вершится храм золотой, шопованной короной с крестом. Нигде в мире ни один храм не завершается подобным образом. Храм наш вообще является единственной такой же мчужиной архитектуры, зодчества, храм-уздательства не только российского, но и международного значения. Одна из красивейших церквей мира. Бережно хранит Подольск свою историческую летопись, связанную с именами известных людей разных эпох. «И пусть кто-то из них был только проездом, только на несколько дней или даже на несколько часов, он все равно, считают в городе, оставил здесь свой след, частицу себя». Так обычно пишет гость принявшему его хозяину слова искренней благодарности, которые надолго остаются в книге пожеланий и надежд на добрую память.